Лёха сзади у тебя, Лёха сзади, Лёха! Да, не говоришь, Лёха! Два! Два, Лёха! В атаку, подача, гол. Летний футбольный сезон 2022 завершился для команд ветеранов Одинцовского округа жарким матчем за суперкубок в спортивной битве между клубами «Ликино» и «Мебельщик». На поле развернулась напряженная игра. Участники команд демонстрировали отличное владение мячом. Предсказать результаты было невозможно. Основное время турнира завершилось со счетом 1-1. В серии послематчевых пенальти победу одержала команда «Ликино». Игра показала, что все-таки чуть-чуть сильнее мы сегодня оказались в команде «Мебельщик». Опять же говорю, по пенальти. Игра была равная. Они нас чуть поддавливали, там во втором тайме чуть у нас ноги поплыли, потому что мы не играли там три недели. Но сейчас как бы выиграли по пенальти. Ну, это и футбол. По итогам сезона футбольная команда «Мебельщик» стала обладателем Кубка Одинцовского округа, а «Ликино» выиграли чемпионат. Турнир за суперкулок окончательно определил победителя. Чемпионы – команда с большой историей. «Ликино» – сплоченный коллектив не только на поле, но и в жизни. Больше 20 лет в поселении занимаемся. Очень много поколений сменилось в этой команде. Но, слава богу, что вот так получается, что каждый год собираемся, заявляемся, играем. Мы и в жизни, конечно, общаемся и по работе, и вообще дружим. Это хороший коллектив, который стал сплоченным очень. И в жизни мы друг другу помогаем. Игроки команды ветеранов «Ликино» – крепкие мужчины старше 35 лет. Многие из них футболом занимаются всю жизнь. Не забывают и о молодом поколении. На новом стадионе в «Жаворонках» приобщают юных спортсменов к самой популярной игре в мире. Благодаря им на территории жаворонковского сельского поселения «Ликино» входит в состав «Жаворонок». Развивается футбол у нас. Есть юношеская команда, есть ветераны, есть взрослая команда. На их фоне также у нас и девочки играют в футбол. Поэтому им большое спасибо за огромный вклад в развитие детского и юношеского спорта. Завершилось мероприятие под введением итогов чемпионата Одинцовского округа и торжественной церемонии награждения. Третью строчку в турнирной таблице занял мебельщик и тренер Ренат Бекбулатов. Серебро взяла команда «Заречья» во главе с Константином Александровым. А «Ликино» радовались заслуженной победе. Лучшим нападающим сезона 2022 стал игрок команды-победителя Максим Савин. Генеральный директор футбольного клуба Виталий Акулич поздравил игроков своей команды с чемпионством и пожелал дальнейших успехов всем спортсменам. Всем хочу пожелать, чтобы у всех было побольше здоровья, успехов, без травм, чтобы выигрывали, собирались, радовались жизни. Полина Толмачевов и Рит Харидин в телекомпании Одинцова.